Ну что, всем добрый вечер! С вами жирный гроссмейстер Виталий Киселев и видеоблогер, комментатор Олег Саламаха. Сегодня у нас бесплатный шахматный вебинар на тему секреты дебютной подготовки. Вы сегодня узнаете, соответственно, как нужно готовиться в дебюте, узнаете, на сколько ходов нужно просчитывать дебютные варианты и многое другое. Итак, этот вебинар у нас пока первый, пробный, скажем так, пока оттачиваем мастерство, поэтому, ну, думаю, что все у нас пройдет на высоком уровне. Самое главное нам сейчас проверить, то есть видно ли вам экран, слышно ли нас. Соответственно, я пока этого видеть не могу, у меня чата нет, потому что вы видите мой экран. У меня есть чат, так что, если нас слышно, у нас небольшая задержка со связью есть, специальная. То есть вы слышите нас не онлайн, а с задержкой где-то 15-20 секунд. Ну, собственно, как во всех прямых трансляциях, да. Да, поэтому ставьте плюсики, если нас слышно, видно доску. Сейчас ходы на доске видны. Да, самое главное, вот у меня сейчас Е4, Е5 ходы сделались, и самое главное, именно вот, чтобы нас было видно, и чтобы было видно именно доску зрителям. Пока вы пишете, значит, мы начнем. Значит, у нас сегодня заявленная тема, это секреты дебютной подготовки. Она была выбрана голосованием. В голосовании приняло участие больше 500 человек. То есть, очень большой показатель, очень высокий. Вообще, тема на самом деле очень сложная, и, откровенно говоря, не очень хотелось именно с этой темы начинать, потому что тема очень обширная, и вот в заявленное время, которое мы решили сегодня вебинар провести, очень сложно описать, потому что дебют это то, чем шахматист на протяжении всей шахматной практики своей занимается. Правильно? Да, конечно же. То есть, невозможно, там, за какой-то промежуток времени короткий рассказать, показать, там, и так далее. Поэтому мы сегодня начнем, разберем основные моменты, и по заявленным темам пройдемся, проведем несколько опросов, и посмотрим партии как раз по типичным дебютным моментам. Вообще, о дебюте что стоит сказать? То есть, по мере роста, шахматного роста, как бы, возрастает потребность в хорошем дебютном репертуаре. То есть, чем слабее шахматист, тем, как бы, меньше времени стоит уделять именно дебюту конкретно. То есть, чем шахматист становится сильнее, тем, соответственно, нужно больше времени прорабатывать различные варианты, соперников удивлять, там, и так далее. Расширять дебютный репертуар, это понятно, да, почему? Потому что, в принципе, если даже слабому шахматисту дать, там, фору ферзя или ладью, то он может эту позицию не выиграть, правильно? Поэтому смысл ему, там, смотреть какие-то дебютные варианты, далеко идущие, там, с небольшим преимуществом одной из сторон, если потом не сможет это реализовать. Значит, и по поводу выбора дебютного репертуара. Много вопросов очень было еще до вебинара, потому что этого не было заявлено в плане сегодняшней лекции, да. И по поводу выбора. Ну, вообще, начинать всегда стоит играть с Е4. То есть, это известная практика. Это делается потому, что в Е4 более открытые позиции получаются. Шахматист учится чувствовать различные острые продолжения, то есть, какие-то активные позиции разыгрывать, там, тактические осложнения. А потом уже можно в какой-то момент постепенно переучиться на Д4. В идеале, конечно, подавать с двух рук. То есть, ходить и Д4, и Е4. Потому что сейчас шахматная практика настолько... Ну, то есть, информации очень много шахматной. Да, то есть, можно открыть интернет, найти практически любую информацию по любому дебюту. Поэтому удивить даже очень, как бы, слабого шахматиста, имеется в виду слабого по рейтингу, да. То есть, если разница у нас там 300-400 пунктов, то сейчас она уже практически не так ощущается, как раньше, даже лет 10 назад. Я помню, что шахматисты с такой разницей, ну, практически шансов не было у них. А сейчас любой любитель уже может подготовиться, посмотреть какие-то новинки партии супергроссмейстеров и, соответственно, быть во всеоружии. Поэтому сейчас, как бы, дебютом занимаются многие, да. Так, и поэтому, в принципе, самое важное, конечно, на начальном этапе, это вот научиться играть острые открытые продолжения. Что касается левых дебютов, потому что меня часто спрашивают, можно ли мы там начнем какие-то левые дебюты изучать, типа дебют Сокольского, там, или еще что-то. Конечно, один раз так можно сыграть. Даже можно идти по одной партии, наверное, сильных шахматистов таких, но, в принципе, особенно у детей это часто замечается, потому что дети, ну, родители их считают, что если они будут удивлять соперников своих, то, соответственно, ставить им какие-то проблемы, в одной партии может и поставить проблемы, я говорю. Но, в принципе, как за основу, такие дебюты брать нельзя, потому что ребенок, ну, или шахматист просто учится играть только нестандартные позиции, он не понимает основных принципов разыгрывания дебюта. И вот мы как раз подходим к первой заявленной теме, да, то есть основные принципы разыгрывания дебюта. Ну, мы знаем, что мы сейчас как раз немножко обговорим это и посмотрим подтверждение моих слов на практике. Значит, ну, мы знаем, что цель дебюта – это борьба за центр, да, то есть борьба может быть разных видов, еще зависит от дебюта. Ну, например, если мы говорим о борьбе за центр в закрытом начале, то есть ферзи в угонбит, да, получается, что пешка д противопоставляется другой пешке, которая на д4 вышла. Значит, белый ходом ц4 подрывают, е6, то есть мы видим, что борьба ведется вокруг пункта д5. Правильно, там слон g5, но это обычная ортодоксальная защита, да, или там кроссбатский вариант, если там перебили. Ну, да, здесь еще ловушка такая, конь д5 есть для начинающих. Да, здесь есть как раз ловушка с ходом конь д5, как раз Олег рассказывает. Раз возникла, мы здесь покажем ее, то есть после хода слон b4, ферзи d2, и бились, и получается лишняя фигура. Да, но опять же, вот, кстати, мы эту ловушку можем знать, но эту позицию еще надо попробовать выиграть. Белый владеет центром, только я имею в виду на таком не очень высоком уровне. То есть понятно, что профессионалы такие позиции не играют, но на детском уровне такую позицию легко можно белыми выиграть. Поэтому, я же говорю, дебют здесь как бы на первое место не выходит. Но мы, конечно, должны знать основные принципы разыгрывания. То есть цель дебюта какая? Побороться. Кстати, вот цель шахматной партии. Я когда спрашиваю, задаю вопрос такой, какая цель шахматной партии. Почему-то многие на этот вопрос отвечают, дают любые ответы, кроме правильного. Мы с Олегом недавно эту тему обсуждали. Олег, кстати, сказал, дал правильный ответ, что цель шахматной партии это поставить мат королю. То есть не выиграть что-то, не обыграть соперника там, а именно поставить мат королю. Правильно? Но это логично. Ну да, но потому что ответ, собственно, и кроется в самом названии игры. Да, то есть шах и мат. Поэтому цель дебюта... И, кстати, шахматы очень логичная игра. Вот Петросян, мне нравится, например, очень творчество Петросяна. И немногие знают, что Петросян, например, даже защищал кандидатскую на тему логического шахмата и логики. То есть тему я сейчас названия точно не помню, но знаю, что там была связана логика в шахматах. Там может быть немножко интерпретация какая-то в названии. Но идея такая, что Петросян всегда играл в правильные шахматы. И вот недавно читал интервью его, у него спросили, что больше всего цените в шахматах. Он написал, что больше всего люблю логику. И глубоко убежден, что в шахматах, хотя они и остаются игрой, нет ничего случайного. Я люблю только такие партии, где я играю в соответствии с требованиями позиций. Я верю только в логичную, правильную игру. То есть здесь, если мы переключим эти слова Петросян на дебют, мы должны понимать, что мы должны играть в правильные шахматы. То есть, например, на Д4 можно, конечно, пойти А5. И я думаю, что черных, белые могут сразу не наказать за это. Но на самом деле ход А5 это просто потеря времени. То есть абсолютно бессмысленный ход, который не имеет отношения к позиции. Правильно? Да, здесь, конечно, можно сказать, что, как вот Виталий говорит, что если, конечно, черными играет Карлсон, он может там играть хоть А5, хоть А5, хоть Ж5. Результат все равно останется один. То есть Карлсон, понятное дело, победит. Но, опять же, можно сказать, что дебют именно здесь ни при чем. Здесь уже все решает именно шахматная сила. То есть, конечно, именно нужно играть правильно дебют. Мы сейчас именно речь идем о том, что если за доской, ну, посвящаются примерно равные соперники. Да, и поэтому, конечно, мы сейчас говорим, может, очень простые вещи какие-то разбираем. Но на самом деле многие шахматисты при игре забывают об этом. Я просто на самых простых примерах показывал. То есть не обязательно, что тут, конечно, опять будут ходить. Но, к примеру, вот мы разыграем обычный Карлсбат. Например, ну, там Е3 ход, да, чтобы уже на Д5 можно забрать. Идем, например, в обычный Карлсбат. Вот она эта позиция, да, главная Карлсбатская. И тут, ну, у белых много планов есть. К примеру, белый план с ходом ладей Е1 избирать. Черные должна быть конкретная идея здесь. То есть черные должны там или сыграть, цеплять провести, или как-то укрепить позицию. Они могут и КНЕ4 сыграть через центр, к примеру. Да, ну, то есть ходы есть разные. Тут черные, например, абсолютно не в тему. Какой-нибудь ход типа, там, А5 делают. Ну, то есть защищаясь от Б4 от атаки пешного меньшинства. Ну, так белые здесь и не собираются в пешное меньшинство идти, правильно? Они играют через центр. То есть следующий ход КНЕ5 будет. И, в принципе, получатся основные позиции, и основные идеи белые проведут, но только с лишним темпом. Да, и этот план так называемый, когда КНЕ5 идет на Е5, потом пешка на Е4, ну, это в моем ролике разбирается, в конечном Карлсбаде, это кольцо Пильсбери называется, строение такое. Да, кстати, у Пильсбери, как раз, когда первый раз он сорвал эту партию, у него было ладья Е1 сыграно, а потом он ударил слона Ф6, слона Ф6, пошел Б4 и ладья Б1 пошел. То есть одна из самых первых партий его на эту тему. То есть он не проводил КНЕ5, а именно пошел на атаку пешное медсинство. И с тех пор вот как раз тема подрыва ходом Б4-Б5, подрыва через Ва фланга, возникла вообще в шахматной практике. Поэтому вообще, если говорить о современных шахматах, то, конечно, сейчас дебютом занимаются очень многие, я уже об этом говорил, да? Когда мы смотрим партии того же Алехина, Капабланке, там, ну, классиков, можно сказать, да, в шахматах, то, в принципе, они проводят очень чистые идеи. Дебютные. И дебютные, и ментельшпильные. Почему? Потому что уровень соперников не такой высокий. То есть сейчас каждый там шахматист может, в принципе, за день подготовиться лучше, чем какой-нибудь ведущий шахматист прошлого за один день, да? Потому что он залезет там в базу, посмотрит какие-то партии, там, посмотрит в интернете, как играли информаторы. Сейчас литературы очень много, да? Да, раньше просто все досье собиралось в толстые тетрадочки, записывалось, анализировалось точно так же. Сейчас же все на смену пришел технический прогресс, вместо книжечек у вас есть программа с базами, вы можете просто открыть партии своего соперника, программа вам сама просчитает процент проигрышей, то есть в каком, например, дебюте ваш соперник, допустим, ну, то есть самый неприятный для него дебют. То есть полностью весь дебютный репертуар разложить. Экономится очень сильно время, во-первых, потому что если раньше, когда компьютера не было, приходилось все это расставлять на доске, анализировать кучу партий, то есть тратить много времени, то сейчас это просто занимает, ну, буквально пару кликов мышкой. И интернет, можно сказать, сейчас уравнивает очень многих. Но здесь вот как раз уже вступает в силу так называемое искусство домашней подготовки уже. То есть сильные шахматисты, они сильны во всем. И, собственно, сейчас именно как раз идет борьба в основном дома, да, Виталий? Подготавливаемся к каким-то партийским. Ну, конечно, у шахматистов сильных, конечно, у них есть и специальные компьютеры очень мощные, там, и целая команда, которая там каждый конкретный ход тщательно перепроверяет. Но мы сейчас говорим именно о другом, как шахматисту, который, там, например, от второго взряда начинает, да, и хочет идти вперед, хочет, как бы, улучшать свой дебютный репертуар, хочет дебюте не получать плохих позиций. Так вот, мы начали тему тоже, да, то есть самое главное правило, это, конечно, стараться все-таки более классически, построение избирать. Может быть, не основные варианты, но, по крайней мере, не идти там на всякие левые варианты, типа... Типа латышского гамбита. Да, там, и так далее. Поэтому сейчас очень много хороших дебютов есть. Так вот, как раз мы поговорим о целях дебюта, то есть мы так издалека начали, и вот одна из главных целей дебюта, это, конечно, исходя из принципов шахмат, то есть цели шахматной игры, одна из главных целей дебюта, это обеспечить безопасность короля. Ну, это логично, да, то есть мы должны, неважно, как мы там разыграем дебют, главное, чтобы наш король был в безопасности. Король был в безопасности, фигуры были взаимосвязаны между собой, и пешных структур, хотя бы слабостей не было никаких, правильно? Потому что та же изолированная пешка, это уже слабость, правильно? Хотя там есть, конечно, и плюсы. Это большая тема очень, я к примеру сказал. Ну, это уже тема, да, касаемая, скорее всего, митрешпиля, потому что у изолированной пешки именно есть как слабости, то есть слабости какие? То, что поле перед ней изолировано, и если туда конь в основном утвердится, то она просто может быть отсталая и проиграется. Ну, а сила ее в том, что она может в любой момент продвинуться вперед и нанести так называемый шорх в позиции соперника. Ну, мы единственное не сказали. Сейчас, я пока Олег рассказывает, я хотел сразу попросить вас участвовать в голосовании, то есть сейчас появится голосование с темой, как вы работаете над шахматом. То есть, как вы работаете над шахматом именно по дебюту. То есть, что вы делаете, где берете информацию, то есть какие источники используете. И вот голосование появится, вы проголосуете, и я, соответственно, как бы потом оглашу результаты, и мы об этом поговорим. Да, вот я как раз Виталий хотел спросить именно насчет технической составляющей. То есть, значит, нас слышно и доску видно, да? Все пишут люди. Да, это все слышно, все видно. Все, шикарно. Так, ну, в принципе, так как я не могу голосовать в этом вопросе... Мы как бы перейдем к практическим... То есть, мы такое небольшое вступление сделали. Да, но единственное, что хочется сказать, Виталий, что если я, как бы... Ну, я не могу принять участие в вопросе. Хочется поделиться, то есть, откуда, например, черпал информацию я. В свое время книжечка такая была, Панова Эстрина, «Курс шахматных дебютов», которую потом просто, по-моему, исключив фамилию из списка, переделал Николай Калиниченко. Хотя, то есть, ну, «Курс шахматных дебютов», в общем. Вот. Да, но эта книжка, по-моему, синяя, толстая книжка была. Нет, тогда она была, знаешь, такая коричнево-черная, причем там она очень-очень древняя. То есть, варианты в ней разбирались жутко, которые сейчас уже, ну, достаточно неактуальны и легко опровергаются с компьютером. Но вот, какие-то вещи до сих пор актуальны и по сей день. То есть, вот, какие-то варианты, которые я играю и применяю в своих этих, они до сих пор еще вот как бы оттуда. Ну вот, у меня тоже самое была книжка, та же самая книжка, но я единственное переписывал с нее таблицы. То есть, в виде таблицы все делал, чтобы потом было легко структурировать. И переписывал все в тетрадку, чтобы тетрадку с собой брать. Так. Значит, у нас есть первые итоги голосования. Получается, что практически большинство, больше 40% изучают шахматные книги. То есть, теорию берут у шахматных книг. 10% информаторы, 30% базы партий из других источников. Ну, это у нас дебютные варианты из сайтов, различных видео, может быть, 15% и 10% вообще не изучают дебют у нас. Ну, в принципе, я об этом говорю, что можно хорошо играть, и не зная дебюта, но до определенного уровня. То есть, у человека, который не играет, нет поставленной репертуара, он, в принципе, есть какая-то планка. Шахматная. Так. Значит, и вот мы сейчас касаемся, подходим именно к целям дебюта. то есть, конечно, в дебюте есть несколько целей, которые нужно выполнить. То есть, мы должны побороться за центр. Побороться, это есть два способа. Да, или захватить его, то есть, прямая борьба, или же оказать на него давление. Ну, например, вот здесь мы ведем прямую борьбу за центр. Да, то есть, пешка к пешке ставится, D4, D5. Правильно? Например, есть дебюты, в которых мы изначально отдаем центр, но потом подрываем его. Ну, к примеру, та же сторондийская защита, да, когда мы отдали полностью центр, то есть, тут даже можно F4 пойти, но это не самый лучший ход, конечно, то есть, конь F3 обычно ходит, брокировка, E5, то есть, здесь, получается, черные отдают центр временно, но потом его подрывают и получают хорошую фигурную игру. Да, то есть, хорошую фигурную игру получают. Ну, та же защита Грюмфельда, кстати, которая стала пользоваться популярностью в последнее время, то есть, тоже получаем активную игру фигурную, да, давление, скорее всего, по диагонали получаем и, в принципе, тут обоидово старая игра получается. Кстати, защита Грюмфельда один из самых сейчас популярных дебютов, на Д4, но в то же время там больше всего теории, больше 20 вариантов различных разветвлений, которые белые могут сыграть, то есть, в Грюмфельде есть, поэтому шахматист, который хочет этот дебют изучить, конечно, ему нужно очень досконально учить каждый вариант. Поэтому, кстати, наш второй вопрос будет на тему, вот он сейчас начнется скоро, на тему насколько, как глубоко или насколько ходов вы изучаете дебютные варианты. Будут варианты ответов, потом мы это все озвучим. Так, а мы пока переходим к партиям и посмотрим, то есть, я рассказал, что цель дебюта это обеспечить короля безопасностью, то есть, потом побороться за центр какими-то способами, активность фигуру развить. Но есть, конечно, неправильное разыгрывание дебюта, то есть, например, тот же ход B3, который называется неправильным началом. И вот мы сейчас разберем одну партию, которая, в принципе, я думаю, является классической. То есть, это партия Ларсона против Спаскова, когда шахматисты очень высокого уровня играли такой дебют, то есть, Ларсон это же претендент, там название чемпиона мира, Спаски это чемпион мира. Значит, Ларсон играл белыми, он ходил B3, но у него часто такие ходы типа B3, F4, его творчество проскальзывали, поэтому тут удивляться нечего. Но, как раз Спаски четко показал, как нужно в таких ситуациях действовать. То есть, когда соперник делает какой-то ход, не относящийся к естественному развитию событий, то есть, к логичному, как Петросян, да, я Петросяна не зря процитировал, то есть, B3 это ход, ну, в принципе, его можно, конечно, с пересновкой ходу вывести к какому-то дебюту, типа, навандийская защита, но, условно говоря, если D5, B25, там, К3, К6, E3, получается, или Немцович, или навандийская с лишним темпом у белых. Конечно, это выгодно, да, для белых, но, в принципе, если играть в другие шахматы, вот, Паски как раз играл E5. Значит, С1, B2, К6, C4, ну, вообще, этот ход не очень хорош, тут уже надо E3, видимо, ходить, чтобы на D5, чтобы он B5 отвечает, но D5 не ходит в таких позициях, обычно играет, там, К6, или К7, то есть, пешку D, по крайней мере, на D5 не ставит. Парсен пошел C4, К6, К3, но это уже антиестественно, потому что он, во-первых, попадает под темп, а во-вторых, есть такое правило в дебюте, что одной фигурой лучше не ходить несколько раз, да, то есть, мы знаем правила раздраженного дебюта, какие есть, то есть, фигурой лучше не ходить несколько раз в дебюте, да, то есть, ферзя лучше выводить в последний момент самый, или вообще его не трогать, но есть, конечно, варианты, в которых именно на конкретику все упирается, да, тогда, в принципе, кстати, тут очень важный момент, что есть, конечно, дебютные варианты, в которых законы не действуют, вот эти, но это чисто конкретные дебютные варианты, и их очень хорошо нужно знать, да, они кажутся антишахматными, но там за счет какой-то тактической идеи, или какой-то там, может быть, глубокой позиционной идеи, можно такие варианты отыскать, но их очень мало, то есть, мы говорим сейчас про большинство вариантов, значит, Ларсен ходит конь f3, e4, конь d4, Спаский играет жестко по центру, то есть, он не делает там всякие ходы a5, h5, то есть, левых ходов нет, он играет конкретно по позиции, так, d3, ну и здесь Спаский ходит слон f5, в принципе, уже пешка d становится хронической слабостью, вообще непонятно, как белым здесь развиваться, ферзь c2, ферзь e7, и здесь у белых появляется уже проблема, потому что, во-первых, черные сейчас могут и в длинную, и в короткую сторону маркироваться, они укрепили пешку e4 надежно, то есть, в принципе, за белых тут даже непонятно, как дальше ходить, слон e2, 3,0, я думаю, что если бы партия там продолжилась как-то более естественная, типа, например, конь c3, то, в принципе, здесь у черных отличная позиция, просто даря на пешку d, слабую, потому что она отсталая, мы можем на нее давить, и получаем как минимум не хуже. Ларсен здесь используя тактический трюк, как раз пошел f4. То, что брать на проходе нельзя, потому что слон на f5 не защищен и потеряется просто. Да. Пытается, короче, укрепить он центр. Да, за счет тактики какой-то пытается укрепить центр немножко, может быть, немножко пространство занять, какие-то центральные поля побороться, потому что там при случае, например, конь g4, конь e5 тоже ход, да, с идеей конь d3 или конь e3 в какой-то момент тоже неприятно. Ну, в общем, он таким способом немножко пространство отыгрывает. Ну, хотя, конечно, это ослабление короля еще допустимое. Вот здесь паски играют очень здорово и конкретно. Я специально эту партию привел, потому что здесь черные действовали фактически строго по правилам. Конечно, мы можем сейчас движок подключить, он тут нам найдет из-за черных неточные ходы, но мы говорим именно с точки зрения практики шахматной, потому что это сильнейшие шахматисты этого времени, они играли как бы и белыми сильные шахматисты, и черными очень сильные шахматисты, но вот получается, что белые нарушили принцип развития шахмата, то есть они выбрали дебют, но дебют, скорее говоря, называется неправильным началом, то есть своим названием должен показывать, что это не очень корректный дебют, да? Ну то есть для блица он может и сойдет, или для отдельной партии, но вот играть, скажем так, его на постоянной основе просто нельзя, именно в классические шахматы. Мы сейчас ждем итогов второго опроса по поводу изучения вариантов. Так, а пока продолжаем, то есть здесь последовал ход конь g4 у черных, очень конкретный ход, возникают тактические удары и конь e3, и слон e3, но тут по большей степени конечно слон e3 сейчас грозит, видимо, потом на g2 удар будет, потом ферс на g4 еще ходит, то есть в принципе черные просто в прямую атаку на короля переходят с дебюта. Но обычно такое редко получается, только когда соперник нам помогает. Вообще шахматы это же игра двух партнеров, поэтому создать даже очень красивую комбинацию возможно только при помощи соперника. Правильно? Поэтому здесь конечно белые надо отдать им должное, они помогают просто провоцируют черных на самую щитную игру. И вот белые здесь ходят g3, в принципе там от ферс h4 при случае защищают. Но там кстати и ферс h4 грозило с идеей потом ферс h3 пойти, там и конь h2 в общем ну и пешку теперь если слон e3 и фе так, слон e3 и де точнее конь e3 тут пешка на g2 не под боем, поэтому белые как-то держатся в этой позиции. Но здесь Спаски придумал как бы очень сильный план на мой взгляд. То есть он здесь вскрывает игру, вскрывает еще одну линию ходом h5 используя как раз зацепку на g3. Ларсон ходит h3 я не знаю видел здесь он план, который дальнейший Спаски избрал или нет, но здесь уже позиция белых проигран. То есть белые так и не успели развиться, потому что играли именно некорректно развивались. Значит, h3 h4 очень сильный конкретный ход. Да, чисто конкретика идет. И за счет пешки g выясняется, что здесь выигрыш. Значит, ладья g1 тут, конечно, но это очень сильный ход ладья h1. то есть все под боем и слон на f5 под боем. Фигуру уже кстати нет, а мы еще ладья дадим. Объясняется, что здесь все опирается в слабость короля. Если ладья g1 то просто сюда ходим. Король уходит. Ферзь h1 даже просто и мат и ферзь проходят. в общем куча проблем у белого. Но тут можно, конечно, в ферзь c3 пойти, мат это сразу нет, но просто второй ферзь проходит на доске. Просто катастрофа в дебюте. Да, это катастрофа в дебюте на самом деле, поэтому тут все из-за того, что белые неправильно разыгрывают. То есть они не соблюдали основные принципы шахты. И вот партия так и закончилась. 17 ходов. Она продолжила здесь, правда, после g2 ходом ладья f1. Значит забрали вот так. Ну, кстати, здесь партия была закончена, но тут уже понятно, что после такого хода просто слон g4 следует. И ферзь e1 и приходится все отдавать. Мы видим, что белые просто не успели даже развиться, потому что они тратили время на ненужные ходы. Одной и той же фигурой ходили, там какие-то маневры непонятные, но и в 4 ход ослабления короля, то есть он вроде пространство захватил, но в то же время ослабил сильно короля. Вот мы видим, партия в 17 ходов всего закончилась как раз из-за ошибок соперника. То есть и тут еще интересный момент, сразу мы сейчас отговорим его, то есть бывают различные левые дебюты, ну например ход а3. И вот я сейчас у Олега хочу спросить как раз, как бы Олег в такой позиции отреагировал на ход а3. На а3? Можно просто д5 пойти черным. Да, то есть д5. Я, например, хожу конь в 3. Так, ну и просто конь в 6, например. В 6. Например, d4. Так, d4, ага. И здесь у нас уже получается, что у белых какой-то лишний темп, да, а3. Они хотят перейти, допустим, если черные не сыграют как-то неаккуратно, они просто готовы перейти в какой-то дебют с лишним темпом. То есть белые таким образом могут хитрить. Ну, кстати, так Карлсон много раз играл а3. Вообще ход а3 очень полезен, например, в английском начале, чтобы слон на b4 не пошел. Если черные будут медлить, то белые действительно могут получить перевес даже ходом а3. Один по себе неправильный ход, я хотел просто сказать, один по себе неправильный ход, он ничего практически не решает, если дебют не настолько форсированный, где цена одного хода настолько велика, что колеблется оценка сразу от выиграна до проиграна. Есть и такие дебюты. Но здесь же ход а3, он практически первый самый, и черные могут отвечать как угодно, белые все равно пока ничего не нарушили, и дальше, если они будут играть с логикой дебюта, а черные наоборот не поймут замысла соперника, то может так получиться, что ход а3 даже полезен будет именно белым. Я как раз к этому и хотел привести, что мы получили позицию, где ферзевый гамбит, ход а3 можно считать полезным. То есть мы получили ту же позицию со стороны черных, но без хода а3, то есть без хода а6, если симметрично смотреть. Получается, что ход а3 в принципе полезен белым, и поэтому именно в такой редакции. Так вот, на такие ходы всегда нужно реагировать так, чтобы у соперника ход этот был лишним. То есть, например, если мы пойдем е5, он может пойти c4, получается с целянской с ходом а6. Получается, если мы переворачиваем доску, с переменной цвета получается, что е4, c5 и еще у черных в этот момент а6 стоит ход. Конечно, а6 во многих дебютных вариантах, в том же челябинском ходе, иногда много дебютов можно привести сейчас. Валлой Найдорф, например, тот же. Я просто говорю, что именно не углубляясь в варианты, о том, что ход а3 здесь будет полезен. Поэтому в таких позициях не конкретно к ходу а3, а вообще в таких позициях нужно всегда избирать такую систему, где ход а3 был бы полезен, не полезен, наоборот. То есть, потеря времени. Ну, к примеру, мы играем, условно говоря, это не является ошибкой, это просто потеря времени. То есть, мы не получаем дебютных проблем. Соответственно, можем получить хорошую игру. Правильно? Ну, например, мы играем обычную испанскую партию, к примеру, там, так, так, например, там, какой-нибудь нефорсированный вариант, d6, и получается, что здесь мы делаем ход а3. в этой позиции это, конечно, потеря времени. Правильно? Да, здесь получается, здесь что, кстати? Получается, что просто потеря времени. Здесь можно что, здесь, кстати, сделать за черных? А3, конечно, здесь потеря времени. Тут можно... черные просто свой план продолжают с ходом слон d7, конь e7, и получается хорошая позиция. Ну, белые, да, просто потратили темп, можно сказать, вообще. Да. Поэтому, в принципе, это позиция уже в пользу черных, да, то есть она... И так у черных нельзя сказать, что плохая, но тут еще дополнительная потеря времени. Значит, теперь мы идем дальше. То есть, говорим о том, что... Кстати, есть итоги голосования по поводу насколько ходов любят наши слушатели изучать варианты. Вот на 3-5 ходов 25 процентов, то есть на 3-5 ходов изучают дебют какой-то определенный, на 10 ходов 30 процентов, в основном все изучают ходов на 15, это 40 процентов, есть 2 процента, которые на 16-20 ходов изучают, и больше 20 ходов 3 процента целых у нас изучают, то есть дебют до 20-го хода. Ну, это, опять же, достаточно интересно, можно, как говорится, то есть есть, конечно, форсированные варианты, допустим, даже в той же итальянке, или даже... Нет, наверное, самый форсированный дебют, который в глубину идет, это, скорее всего, испанская партия. Там просто уже в том же, например, контратаке Маршала, тот же Аронян, там накопали, по-моему, чуть ли не до 40-го ухода, там анализов. Да, можно привести, я недавно читал какой-то журнал старый, там написано было, что один известный груз-мейстер в русской партии, он говорит, я забыл, как ходить, у меня просто вся теория на двух дисках помещается, и я один диск не взял, поэтому забыл, как ходить, ну, с собой на турнире не взял диск, и, ну, это было, может быть, лет 7 назад, то есть, у человека теория по русской партии полностью в разработанном виде на дисках не помещается, на одном диске не помещается, то есть, тут просто все зависит от дебюта, поэтому, так, ну, в общем, у нас тут появились и первые вопросы, и первые комментарии, спрашивают, почему мы разбираем партию Спасского, какое это отношение имеет к дебюту, ну, значит, я поясню, что мы говорим, мы разобрали основные принципы, как бы, мы логическую цепочку ведем, то есть, партия Спасского, она против Ларсона показывает, насколько, мы говорим о левых вариантах, то есть, что лучше к левым вариантам не подходить, говорим об ошибках, которые можно получить, неправильно разыгрывая дебют, это как раз, по-моему, прямое отношение к теме дебютной подготовки, потому что, Олег, как ты считаешь? Ну, я считаю, я считаю, что партия именно как раз в тему, да, то есть, показать, что, если играют неправильно белые, то, чтобы их наказать, опять же, черным надо тоже делать точные ходы, если бы, например, черные там просто как-нибудь возили, например, на Б3 там сыграли, там, Ж6, там, или Б6 тоже, то, все это могло бы вообще обернуться не в их пользу, здесь же Спасский именно показал конкретно, как именно нужно наказывать белых за такое своевольное разыгрывание дебюта. Да, что дебют мог другой быть, и партия другая могла быть, но на примере этой партии, я же говорю, что вот в заявленное время мы не можем охватить полностью эту тему, тема-то очень большая, но вы же ее сами выбирали, так сказать, да, поэтому мы просто сейчас основные моменты выделяем, может быть, много слов, но в то же время, как бы, тема такая, что требует именно комплексного подхода к ней. Вот, есть дебютные, есть вопросы по дебюту, именно, которые мы сейчас озвучим, то есть, интересный вопрос, а как же быть с радостными шахматами Гельмана? Ну, очень легко, я могу на этот вопрос просто вот ответить с полпинка. Да, вот, Олег, отвечай, тогда я потом делом в том, что дебюты делятся на, как Виталий уже сказал, по моему даже, пускай, мнению, на три типа. Первый, это фундаментальные дебюты, которые годятся для вашего применения вплоть, на всю шахматную карьеру. То есть, допустим, изучили вы, например, какой-то вариант в испанской партии, и он вам может прослужить и 10, и 20 лет, потому что он просто основан на фундаментальном подходе, и, скажем так, никакие форсированные варианты его пробить не могут. Второй, это дебюты левые, как сказал Виталий. То есть, те, которые можно подготовить с компьютером, те, которые, казалось бы, что, применяя которые у соперника, у вашего, то есть, вы как красной тряпкой размахиваете перед ним и говорите, что вот, я играю неправильно, но попробуй-ка меня накажи. И в одной единственной партии это действительно может не получиться, потому что соперник ограничен, во-первых, тем, что он должен самостоятельно принимать решение за доской, а вы-то как раз уже подкованы, вы это все посмотрели дома с компьютером. Но дальше, если вы будете принять этот вариант, то это вам ничего не гарантирует, потому что тот же соперник расставит ваш этот левый дебют, включит движок и увидит, что такой-то и такой-то маневр опровергает весь ваш дебют на корню. Ну и теперь, соответственно, еще по поводу как раз Гельмана. Это дебюты для Блица. У каждого раза... С этого начать. Тут, в принципе, можно ничего не говорить больше. Там же партия в Блиц, в Блиц можно играть как угодно, фактически. Если человек играет хорошо, то он в любом случае будет набирать какие-то очки. Поэтому... какие-нибудь левые кривые дебюты радостные, то, в принципе, результат будет не очень радостным тогда. Потому что... Именно в турнире. Ну, в девяти партиях мы наберем там сколько-то очков, понятно. Но за какое-то место бороться не придется. Поэтому мы говорим именно о классическом построении. Теперь, вот именно конкретные дебюты начинают спрашивать по защите Немцовича и по дебюту Рэйки. Является ли это хорошим? Но это же классика. И дебют Рэйки достаточно конкретный дебют. То есть многие построения переходят к Сарандийской защите. То есть у дебюта Рэйки вот Конь Ф3, например, там Д5, Ж3, да? Если классический дебют Рэйки надо рассматривать, то тут же смысл в чем? Что это обычная Сарандийская только с потерей темпа для черных. Правильно? То есть черные сейчас играют Д5 и они, в принципе, играют Сарандийскую, но без темпа. Да, они захватывают центр, но у белых как бы там план с С4 есть план с Е4, да, какой-то. То есть это есть вариант с двойной фенкеток, когда ходят Б3 в какой-то момент и там белые, например, оказывают давление на центр таким способом. Потом все равно его подрывают. То есть они не могут... Ну, дебют Рэйки это просто очень гибкий дебют. Тут на самом деле планов-то очень много. это хороший дебют. Та же самая защита Немцовича. Вот, например, опять же, чисто с логической точки зрения мы расписываем дебют. Вот, есть вопрос, мы расписываем, да? То есть белые сейчас в принципе пошли в конце 3 и при случае... Ну, тут почему Д5 ходят черные, переходя в ферзевый гамбит, к примеру? Потому что они не хотят давать там Е4, например. То есть не хотят давать центр захвата. Правильно? Если, например, черные здесь как-то без зуба расставятся, то белые просто захватили центр, зажали фигуры черных и в принципе непонятно вообще, что дальше будет делать черные, куда им фигурами своими ходить. Да, они там сделают слон Е7, пойду слон Е7, сделаю тракировку, но это же плохая позиция будет зажатая. То есть тот, кто владеет центром безвозмездно, в данном случае это безвозмездно, тот, соответственно, получает большой перевес правильно над соперником? Ну, конечно. Если черные расставляются таким образом, что они или борются, они не борются за центр и плюс они его еще и не подрывают, то в этом случае, конечно. Да, а ход слон Б4 здесь это вполне естественно. Идея в том, что, во-первых, Е4 нельзя сразу уходить из-за связки, да? Во-вторых, мы уже там при случае создадим себе одна из главных единиц, это же блокада в такой позиции. Мы создадим слабости там ходом слон С3 в какой-то момент и потом будем против этих слабостей играть по линии С, да? Поэтому, в принципе, защита Немцовича тоже очень хороший дебют. Так, значит, вопросов, конечно, очень много, но будем выборочные вопросы только брать, именно самые важные, касаемые нашей темы. То есть, у нас просто есть еще несколько заготовленных партий, поэтому, конечно, будем сейчас по мере возможности отвечать на все вопросы. Значит, вот, например, интересный вопрос, как должна отличаться дебютная подготовка перед турниром от обычной подготовки. Но, на самом деле, если мы обычно готовимся, мы же к чему-то готовимся, правильно? То есть, чтобы потом на турнире, ну, понятно, что, например, смотря зависимости, какой турнир будет, правильно? Поэтому, если турнир какой-то там серьезный, важный, то мы пересматриваем свой дебютный репертуар, смотрим какие-то слабые стороны и, соответственно, эти стороны устраняем, правильно? Смотрим по базе, как там правильно играть можно, какие-то, если, например, кстати, очень интересный момент, вот, если дебют какой-то не получается, но очень нравится, то тут два варианта. Или мы должны сесть и глобально его изучить еще досконально, да? Или же мы должны его бросить, потому что, например, в одном и том же варианте мы пять нулей подряд получаем, это был, кстати, недавно была статья какая-то, по-моему, я сейчас боюсь ошибиться, какой-то супер угроз. Значит, играл вариант и за год календарный он проиграл пять раз в этом варианте. Шахматист третинга выше 2700. Но и автор статьи поднимает вопрос, как же так? Почему ему не подсказали, что если уже там один, ну два, ну три раза проиграл, это же не случайность, правильно? А он все гнет и гнет свою линию. Поэтому в таких случаях всегда нужно стараться поменять дебют уже обязательно. особенно если по ходу турнира это происходит, нужно обязательно что-то менять. Лучше ходить действительно первым ходом А3, чем идти по проторенным путям и получать там баранку сразу. Вот это как раз именно у меня такая очень частая. То есть я играю итальянку, потому что я ее знаю, но при этом варианты такие получаются, что если черные играют правильно, то у белых вообще ничего нет и вообще непонятно как бы для чего я это играю. Тут вопросы, конечно, пошли очень много и не все касаемые дебютных вариантов, но значит сколько надо уделить времени по разряднику на дебют? Тут я уже об этом в самом начале рассказывал, что чем выше уровень шахматиста, тем соответственно больше времени. Просто конкретно в каждой ситуации нужно смотреть, что в данной ситуации лучше. Тут разные случаи бывают, правильно? Я знаю, у нас мистеры по-моему тратятся от 4 до 6 часов. Ну тут смотря, да, я просто знаю людей, которые дебютом занимаются очень мало. То есть у них есть поставленные схемы, и они как бы их смотрят, но больше занимаются другими донами. Но, конечно, сейчас, я же говорю, в данный момент большинство времени вот именно сильные шахматисты для только дебюта. Потому что какой-нибудь супергрош, понятно, что он классику все изучил уже давно. То есть он не будет брать партии например Алекина и заново их изучать. какая-то ностальгия быть, что-то посмотреть, но скорее всего он будет изучать то, что ему непосредственно сейчас пригодится. Так. Хотя книжка, конечно, Алекина одна из самых лучших. Как сказал мне один раз мой тренер, говорит, это лекарство от всех болезней шахматных. Вообще партия Алекина изучать одно удовольствие. Да. Я, как я уже говорил, что там уровень соперников не такой высокий практически, потому что тогда сила практической защиты была намного слабее, чем сейчас, потому что информация была меньше. Конечно, он проводил очень чистые идеи, очень хорошие интересные комбинации. Так, значит, здесь вот интересный вопрос по поводу вопросов. Так, сейчас, вопросов стало очень много. Ну, значит, нас много смотрят, и это хорошо. вопросов очень много, я прям не успеваю их смотреть, пролистывать мимо. Значит, можно ли как-то минимизировать объем дебютной оплатовки, чтобы была возможность изучать дебютные схемы с минимальными затратами на изучение. Конечно, можно. Например, играть D4, D5, слон F4. Дебют ферзевых пешек. На самом деле, этот вопрос такой достаточно сложный. Я же говорю в идеале, тут все зависит от уровня шахматиста. То есть, все зависит от уровня шахматиста. В идеале, если шахматист уже сформировавшийся, то, в принципе, ему дебют нужно просто расширять. То есть, у него есть, например, конкретные построения на D4, какие-то расслоны, то есть, например, защитник немцовича, или он вообще не идет на защиту немцовича и играет навандийскую. Сейчас, по-моему, больше партий навандийская, чем немцовича. Например, он играет ферзь C2 защитник немцовича, то есть, он знает, у него тут хорошая статистика, он знает, что он эти варианты получает хорошие позиции здесь, и он эти варианты изучает. И вот, например, он в каком-то супертурнире какой-то из расмейстеров поднимает там старинный ход, например, там, не знаю, B6 какой-нибудь, но такие ходы есть, да, они не самые сильные, есть ход рокировка, например, там, E4, например. То есть, сейчас этот вариант не так популярен, в основном там D5 ходит, C5, ну, к примеру, кто-то поднимает давно забытый вариант. Соответственно, мы в этот момент выделяем там себе какое-то время, и этот вариант смотрим, как правильно в такой ситуации реагируем. То есть, это тоже очень важно. Так, значит, теперь мы посмотрим, у нас есть немножко заготовленных еще материалов, которые мы хотели показать, потому что на вопросы потом продолжим отвечать. Так, значит, теперь мы поговорим вообще о том, какие еще бывают типовые ошибки при разыгрывании дебюта, да? И вот одна из ошибок, как я сказал, это два раза ходить одной и той же фигурой, или, мы уже видели, да, это в партии Ларсон со Спасским, да. И еще есть одна ошибка типовая, это ход ферзем ранний. Ну, известная же ловушка, когда Е4 и Е5 ходят, потом играет Ферзь H5. Да, есть черный играет G6. Ну, да, G6 это детская ловушка, конечно, но на самом деле здесь просто после конца 6 того же, пешку защитили, ферзь H5 начинает попадать по темпу. То есть недостаток раннего развития Ферзя в том, что это сильная фигура, и она начинает попадать под удары более легких фигур. Соответственно, на коне F6 мы не можем Ферзя защитить, мы должны уходить. Соответственно, потеряется ход. Правильно? Ну да, но здесь слон C4, здесь белый продолжает гнуть свою линию, и если мы коне F6 играем, то черный и белый как раз здесь восторжествуют. Да, но тут такая позиция, просто у черных большой перевес, у них уже две легкие фигуры развиты. кони все на D4 идет, это уже домашнее. Никакой со стороны белых не идет речь. Белые создали просто какую-то ловушечную угрозу, да, и в принципе черные ее легко отбиваясь получают хорошую позицию. Так, значит, теперь мы разберем несколько партий. Кстати, был вопрос по поводу защиты каракан. Вот в тему, значит, например, в защите каракан есть вариант с ходом конь C3, да, тут обычно D3 ходит. Вот, многие шахматисты одно время почему-то ставили место конь C3 ходить конь D2, избегая варианта с B5. Ну, то есть, тут в этом варианте получается одна и та же позиция, да, как бы, чтобы лишние варианта не учить, они решили ходить именно конь D2, а не конь C3. И вот ход B5, то есть, ход кажется такой полукорректный какой-то, да, но идея очень простая, то есть, если, например, мы забираем на D5, он ходит B4, и потом бьет на D5 или пешка, или ферзем есть варианты, и получает такую достаточно интересную позицию, то есть, черные, насколько я знаю, именно в этих позициях стоят неплохо. Но, соответственно, вот в этой структуре мы должны за белых понять, какой ход нам нужно сделать, чтобы ход B5 был бы ненужным или невыгодным. Вот тут ход E5 как раз, один из самых сильных считается, то есть, вот именно в варианте с ходом E5 третьим ходом, да, без конь C3, то есть, когда E5 сам заходит. Мы можем представить, что черный ходит B5, а белый ходит конь C3. Но абсолютно бессмысленный ход B5, но ход конь C3 тоже, наверное, белый бы не делали на B5, да, но по крайней мере ход B5 бессмысленный. Ход конь C3, конечно, в данном случае является сильнее, правильно, чем B5. Поэтому мы, ну, можно сказать, где-то или время выигрываем, или конь на C3 потом пригодится, да, то есть, мы стремимся к той позиции, где ход конь C3 будет полезнее, чем ход B5. B5, кстати, очень сложно представить план, где ход этот пригодится. По-моему, только ослабление полей, дарен вариант был. Так, теперь мы, значит, переходим, посмотрим как раз партию Ботвинника, где соперник его нарушил один из главных принципов разыгрывания дебюта и Ферзем полез в самом начале партии вперед. Значит, мы видим как раз ту же защиту Каракан с пересновкой ходов, атака Панова, да, значит, пульса 3. И тут кажется, что ходом Ферзь Б6 белые остаются без пешки, потому что там на Д4 под боем, на Б2 под ударом, да, казалось бы, Ферзь Б6 такой хороший ход. Я помню, кстати, эту позицию, с ней связана была, по-моему, насколько я помню, история. Она разбирается в книжке ловушки Ферзбери, вот эта партия. Там говорилось, что перед партией, вот кто, я забыл, кстати, кто соперник был Ботвинника, типа ему кто-то продал значит, вариант, вот этот вот, как поймать здесь Ботвинника, за бутылку вина, по-моему, то есть мастер, по-моему, какой-то играл здесь вот против Ботвинника. Шпильман играл. Шпильман. Вот, да, Шпильман. Вот, и за бутылку вина, короче, типа, ему вот посоветовали такой вариант, и вся идея была в том, что тот вариант, который ему продали, скажем так, за эту бутылку вина, Ботвинник за доской просто разобрался, нашел в ней большущую дыру и просто очень легко победил. И сейчас вот мы увидим, как это произошло. Да, здесь вот получилось вот такая шахматная да, ход СД Бдвинник сделал, Ферзь Б2. Белые ходят Ладья Ц1. То есть в данном случае, конечно, развитие фигур и активность фигур это самое важное, потому что черные очень сильно стали в развитии, и Ферзь на Б2 начинает попадать под все мыслимые темпы. Значит, и здесь Ладья Ц1 очень сильный ход. Ну, если здесь пойти Конь А4, к примеру, казалось бы, нападая на Ферзя, то здесь после Ферзь Б4, Слон Д2, Ферзь Д4 следует такой ход Конь Е4. И если разобраться в этих осложнениях, то здесь, учитывая Ладья Ц1 висит, единственный ход вообще Слон Е3 получается. получается. Ну, да, и здесь что, Ферзь Б4, шаг опять? Так, да, и здесь есть несколько вариантов, но, в принципе, один из вариантов просто Ферзь А4 удалит. Да, но, насколько я знаю, самый сильный Ферзь Б5. Ну, и вот этот как раз вариант, по-моему, и был, скажем так, продан вот этому Шпильману, то есть, именно с расчетом на Конь А4. А вот Ботвинник как раз в Адья Ц1 поднял именно за доской сильнейшее продолжение, после чего Шпильман надолго задумался. Насколько я помню, именно вот так было написано в книге. Он задумался надолго, но партия длилась недолго. Да, просто он понял, что здесь он попадает в катастрофу. Конь Б4, ход надо делать, но здесь уже Ферзь получается совсем ферзю тесно. Да, значит, так, так, Слон Ц4. Тут Ферзь уже, в принципе, поймался, потому что на ход Ферзь А3 тут Вадья Ц3 просто ход нет, правильно? Да, и здесь вот как раз уже заканчивается как раз вариант Ферзь А3, Вадья Ц3 и Ферзь пойман. Да, то есть так, так, ЖФ, ну и черные здесь сдались, потому что, в принципе, защитить Ферзя нечем. По большому счету, то есть мы видим именно дебютную ловушку, можно сказать, со стороны Билов, но на самом деле она основана на том, что черные как бы неправильно просто развились. Кстати, вот по защите Каракан, раз мы начали говорить уже, еще одна интересная ловушка дебютная, когда ходят, например, Конь Си Трим, перебились, ходят Конь Д7, и здесь Билов ходит Ферзь Т2, но на самом деле плохой ход очень, с одноходовой идеей на Конь ЖФ6 пойти Конь Д6 мат поставить. И так, кстати, было много раз сыграно, то есть много раз так ловили людей. И понятно, что после, например, простого какого-нибудь хода, да практически любого защищающегося от мата, тут у черных просто лучше, что Ферзь Т2 не при делах стоит. Но можно, конечно, слона развить, там, Ж3, Слон Ж2 пойти, но я думаю, что здесь дебютных проблем на черных никаких не получают. Поэтому, кстати, в этой позиции, по-моему, достаточно просто Конь Дэвшись пойти, учитывая, что если он меняется, пешка с Д4 под боем, он должен меняться, да, потом защищает, но и тут как бы, Ферзь на Е2 явно в позиции не смотрится. Вообще не на том месте, как бы, на самом деле. Ну и вот как бы еще один, еще одна ошибка в дебюте, то есть как раз мы сейчас говорим именно о том, как выбирать дебют. То есть мы должны выбирать дебют, исходя из как бы основных моментов, то есть дебют должен быть логичным, самое главное, должна быть какая-то логическая цепочка построения, правильно? Потому что вот именно много вопросов у вас про конкретные дебюты, то есть какие-то. Если дебют логичный, есть какая-то конкретная линия, вот, например, французскую защиту и Каракан спрашивают, как оцениваете? Ну, конечно, это же базовые дебюты, борьба ведется за центр непосредственно, то есть мы не сразу, как Ферзи, в Гамбите там перед пешкой ставим, а именно боремся за центр, например, за пункт Д5, боремся, то же самое во французской защите, боремся за пункт Д5, подготавливая ход Д5, правильно? Ну, конечно, это все нормальные... Это базовые дебюты, да, поэтому тут как бы эти дебюты практически все чемпионы мира играли, поэтому это базовые дебюты, и я говорю, когда мы выбираем дебютный репутар, мы настроим дебютный репутар, мы должны исходить вот из этого, то есть должны быть какие-то логические построения, то есть не просто ход-ход, потом раз куда-то в левую сторону, а именно мы должны играть четко, надежно и по схеме, то есть правильный шахмат должен играть, как Петросян говорил. Поэтому мы сейчас говорим именно о тех ошибках, которые шахматист может сделать, если начнет вот как Шпильман, да, как Олег рассказывает, начнет играть неправильно, то есть попытается каким-то ловушечным ходом сильного шахматиста сбить. Сильный шахматист разберется за доской, но в 99% случаев и выиграет. Поэтому, правильно, мы не получим ни опыта, ну, из этих 12 ходов какой опыт может черный извлечь? Только в том, что надо логично дебюты играть, да, больше никакой, то есть никакой борьбы не было, никакой идеи правильного дебюта. Ну, черные просто создали одноходовые угрозы, причем пренебрегли, самое главное, они пренебрегли развитие, то есть ход ферзь Б6 сделан-то был с конкретной целью, конечно, значит, взять на Б2, пешка висела, пешка на Д4 висела, но при этом черные отстали в развитии, а самое главное, что они еще забыли про безопасность сильнейшей фигуры, то есть ферзя, просто после того, как ферзь залез на Б2, он просто там поймался, то есть черные нарушили достаточно много, скажем так, дебютных принципов, понятная дева, опять же, то есть если белые играют некорректно, например, черные сыграли ферзь Б6, а белые сыграли Х3, то, конечно, черные восторжествуют. Да, тут надо на такие ходы, вообще есть такое правило замечательное, на ударом по флангу отвечаем ударом по центру, потому что борьба ведет, вот почему центр так важен, вот эти центральные поля, мы так сегодня говорим об этом, будем еще говорить в будущем об этом, центр же, отсюда фигура смотрит на самую, то есть, например, известно же, что ферзь, слон, даже конь, самые большие, самый большой объем работы или там пространство, которое захватывает фигура, игрового, она оказывает из центра. Ударные силы, так называемые. Да, где-нибудь с краю там конь, конечно, тоже может в конкретной позиции оказывать давление, но обычно это все через центр происходит. И пространство, вот мы уже посмотрели на примере дебюте Ницовича, несостоявшегося, что за пространство и центр тоже нужно бороться, потому что вот здесь, например, черные, например, зажаты, и просто естественный ход вещей, не будем сейчас конкретных вариантов приводить, просто белые развиваются, они не играют там в какие-то супер атакующие шахматы после хода ф4, хотя этот ход имеет место быть в этой позиции здесь, просто f4 следующим ходом е5 попытаться. Но даже если просто после конь f3 рокировку делаем, например, там конь d7, там рокировка, он, например, е5 здесь пошел, во-первых, он перешел к знакомым позициям без темпа, во-вторых, в принципе, белый и так хорошо стоит, потому что слона е7, но явно он не при делах оказывается. Там потом есть, конечно, план какой-то ради 8 слонов 8, но это немножко не то. Правильно? Поэтому, конечно, соперника мы можем так забить с подготовки. Кстати, даже у того же Петросяна были партии, когда он играл в творческие шахматы. Но это, он даже в левых продолжениях старался какую-то идею интересную продвигать. кто хочет более подробно эту тему изучить, есть книжка очень хорошая, мне нравится, называется «Страндиская по Петросяну». Там вот как раз есть глава, посвященная Петросяну именно со стороны романтических шахматных, когда он играл в какие-то странные схемы, казалось бы, какие-то необъяснимые ходы делал, но в то же время у него четкая линия игры была и четкий план. То есть даже в нелогичных шахматах он находил логичные решения. То есть мы сейчас говорим немножко о другом, то есть когда черные просто безидейно играют. Да? Или идея, но с потерей времени. Правильно? Ну да, то есть мы сейчас как раз вот именно касаемся как разыгрывать дебют, то есть исходя из каких именно принципов. Понятное дело, что это пока общее, но собственно то время, которое нам выделено на бесплатный вебинар, но за него мы просто не уложимся, чтобы вам что-то объяснить конкретное, потому что понятие дебюта очень-очень огромное. описываем. Основные идеи описываем, отвечаем на вопросы на ваши в прямом эфире. Значит, тут сейчас как раз по вопросам, как вы относитесь, ну просто вопросы, многие вопросы я не читаю, потому что мы на них уже ответили. Вот, например, вопрос, как вы относитесь к фишера зачем вы играете D4 и играете E4. Я об этом рассказал уже в самом начале, что в принципе сначала нужно играть E4, но любому шахматисту рекомендуют, по крайней мере, так, да, но потом переходить плавно на D4, чтобы возможность была подавать с двух рук, поэтому не обязательно играть или одно или другое, можно играть... Но я могу со своей точки зрения Виталий сказать, то есть с точки зрения любителя, с какой, например, я начинал. То есть для начинающих шахматистов какие дебюты для изучения обязательны? Королевский гамбит раз, итальянская партия два, фактически в принципе и центральный дебют три. Вот, три дебюта для начинающих, которые позволят им, скажем так, лучше прочувствовать фигурную игру, ну и понять вообще как взаимодействуют фигуры, потому что здесь именно высока роль каждого хода. Здесь именно фигурные взаимодействия и прочее. Далее, соответственно, если вы любите Е4, предпочитаете, то на серьезную игру это уже, понятное дело, испанская партия, это шотландская партия, так, и что у нас еще остается? Сицилианская. Ну, сицилианская, это я имею в виду, если сейчас черный Е5 ответил. если он за глахаром, ну нет, ну да, Тут есть дебют четырех коней, очень интересно, который там в Шотландской перепутается. Тут много дебютов хороших, но самое главное это то, чтобы дебют был логичным. И вообще интересный момент по поводу отыгрывания дебюта. То есть дебютом можно заниматься, но одно дело практика, другое дело, как мы потом на теории это все применяем. Вот наш следующий опрос как раз на тему того, как вы отыгрываете дебютный вариант. То есть будут варианты ответов, там со спаринг с партнером, например, вообще никак не отыгрываете. В Блиц играете, там компьютерная программа, например. И пока вы голосуете, значит мы еще несколько вопросов разберем, которые есть. То есть по поводу дебютных программ у Олега хорошее видео есть. Он разбирает дебютные программы и шахматные серверы. Олег? Ну да, это значит на моем канале плейлист называется шахматные порталы сравнения. Там я просто показывал самые знаменитые можно сказать шахматные площадки. Но я конечно не захватил там Chess.com потому что в нем очень долго разбираться. И чтобы показать там все функции там надо иметь премиум аккаунт. Но так как премиум аккаунт там стоит очень дорого, а VIP аккаунта у меня нет, поэтому я решил в Chess.com не записывать. Хотя Chess.com является ведущим скажем так шахматным порталом и его всем рекомендую в первую очередь. Мне он честно говоря не нравится вообще. А по поводу программ это у меня вот видео про Chessbase. То есть видеоинструкция к программе Chessbase 13. Там вы соответственно можете узнать как пользоваться этой программой. Но если вам будет конкретно интересно именно что еще можно с этой программой делать. ведь по ней можно записывать просто целые видеокурсы. Потому что эта программа она то же самое что и Photoshop для художника. Она может... Вот ты например Chessbase пользуешься? Я Chess Assistant люблю. А ну Chess Assistant это насколько я помню по-моему российский аналог. я Chess Assistant пользуюсь уже 10 лет но только конечно версия лицензиона должна быть на Chess Assistant потому что далеко ходить не надо вот эта самая шахматная планета она той же самой фирмы что и Chess Assistant. Да, самая фирма. И я вот еще с тех времен помню когда Chess Assistant лицензионный был с таким ключом вставным. То есть нужно было подсоединить в порт вставить в компьютерный именно ключ чтобы программа работала. Потом стали диски то есть без диска не работало но потом они уже более такие современные методы садят но просто именно поддержка лучше программа там не зависает потому что ну то есть я например с такой программой работаю но вот мне например Chess Assistant очень нравится и вот спрашивая вопросов просто много я к этому подвел значит как как лучше всего где брать современные дебютные варианты я например всегда в базе беру то есть открываю вот эту хуга бейс которая есть там строю дерево могу по рейтингу отсортировать могу по варианту просматриваю последнюю партию смотрю классику какую-то на эту тему поэтому конечно в базе надо искать есть шахматные сайты специализированные которые там новинки последних турниров даже иногда с комментариями выкладывают но твики так называемые тут просто все зависит от текущего уровня то есть шахматисту который только начал делать дебютные шаги смотреть партии супер турниров конечно можно но ограниченное количество времени то есть не надо много времени этим заниматься и вот у нас появился итог по голосованию значит как отыгрывают партию тут в принципе далеко ходить не надо было все понятно что партии в блиц 60 процентов бросующих набрали даже больше ну и это кстати вот принципиально как бы это да вот очень много вопросов по поводу блица как он влияет на шахматную игру вообще если в ограниченных количествах хорошо влияет а если в количествах запредельных как обычно сейчас происходит то то есть мне недавно бросили ссылку на одного шахматиста который за год наиграл 60 тысяч партий я не знаю как он это сделал но это конечно очень круто и даже если с математической точки зрения посчитать то есть он не знаю как он играет отыграл столько партий поэтому это конечно перебор то есть достаточно там 2-3 раза в неделю садиться отыгрывать какие-то схемы потому что есть более полезные занятия чем игра в блиц в ботвине вообще рекомендовал в блиц не играть потому что поверхностное смышление вырабатывается но значит у 5% есть спарринг-партнер 10% играет шахматной программой 15% с тренировочными партиями значит 10% не наигрывает и еще 5% турнирные партии в классику играют значит получается что конечно в основном все в блиц играют это логично потому что сейчас есть доступ к интернету просто здесь есть один недостаток например мы выучили к примеру сицилианскую защиту вариант какой-нибудь хитрый там с конца 6 и хотим челябинский сыграть например а соперник тут берет ходит конь c3 в первой партии во второй партии ходит слон b5 в третьей партии ходит c3 в четвертой конь c3 вторым ходом ну то есть играет все кроме того что мы выучили соответственно ну понятно что эти тоже варианты надо выучить а бывает так что мы приходим и час времени тратим на то что один и тот же вариант играем причем играют разные шахматисты но один и тот же вариант а мы хотим все посмотреть то есть мы выучили все а играет только один и тот же поэтому тут немножко есть недостаток в этом то есть мы вроде время потратили на отыгрывание но отыграли только один какой-то конкретный вариант поэтому в этом плане конечно спарринг партнер лучше более предпочтительно но в крайнем случае шахматная программа я кстати все время отыгрывал брал такой движок типа Крафт или Делфи, слабенький. Слабенький, там у него 2500, 2600, да, и у меня была задача ему не проиграть две партии. В каком-то конкретном варианте, да. И вот если я не проиграл, тогда в принципе я этот вариант себе оставлял. Если проиграл, то значит что-то немножко где-то изучал. Так. Значит. Тут еще много вопросов пришло. А вот есть возможность посмотреть, например, сколько там допустим у нас зрителей смотрит, там вообще это показывается, или просто там как право... Да, мы узнаем. Сейчас узнаем, сколько зрителей. Но тут вопрос по поводу слов Липниского. Вообще то, что понимание шахмат, общих принципов дебюта имеет большое значение. А то, что заучивание дебютов на практике приносит очень редко очки. То есть типа надо основные принципы дебюта, понимать идеи, чем заучивание конкретных вариантов. На самом деле сейчас просто, когда Липниский Словакий говорил, немножко другие шахматы игрались. Я уже рассказывал, что сейчас многие варианты чисто конкретные. Если мы будем общими принципами руководствоваться какой-нибудь там В каком-нибудь Крэйне, например. Суператаки при варианте дракона, то общие принципы могут нам не помочь. То есть должна быть жесткая конкретика тогда. Например, одно время был очень популярный вариант жертвы фигуры. Я помню в партии Топалов-Крамник Виконзей 2007 год. Он впервые встретился. Я потратил, не знаю, сколько я потратил, там, может быть, человек 15 в общей сложности я изучал этот вариант. Известная позиция. То есть так, так. Слон Б7, слон Е2. Конь Д7, маркировка. Слон Ж7. И вот здесь вот ходили до этого там Конь Д7, Панзон Б3 был, ход Ферзь С2. Но Топалов, как гром среди ясного неба, ударил Конь Д7. Значит, Король Д7, Е5, Конь Д5, Конь Д4. Вот эта вот известная позиция одно время была после этого. Значит, это Виконзей турнир А. Через несколько дней еще одна была партия Тимон Любович. Я не помню, кто каким цветом играл. Но эта партия встретилась еще в той партии. Эта позиция, точнее. И черные здесь усилили игру и выиграли. И вот у меня получилось так, что я играл в Москопене как раз в январе, в конце. А Виконзей всегда проходит где-то в середине, да, ориентировочно в 15-х числах января. Разгар турнира идет. Получалось так, что там буквально 2 недели до этой партии моей была. Соперник достаточно сильный был. И я как раз тоже этот вариант с ним предложил ему этот сыграть. Он согласился. У нас была интересная партия. То есть я пошел конь Е4, там король Е7, конь Д6. Потом позже, по-моему, в этом году партия была Широв-Корякин, когда Корякин там ход H5 нашел идею, которая уравнивает борьбу. Но тогда там такие, такую идею никто не смог за такой короткий промежуток времени найти. Значит, Ферзь Б6 был ход, слон Ж4, ЛДФ8, Ферзь С2. Ну и тут, насколько я помню, у Топалова с Крамником был ход Ферзь Д4 сделан. И он получил Ферзь Ж6. Значит, Ферзь Ж4, Ферзь Ж7. Учитывая, что Топалов все ходы делал быстро, а Крамник думал, то тут уже позиция в любом случае. И тут еще А4 ход Топалов сделал сильный. И, в общем, позиция развалилась дальше у черных. Хотя с компьютером, если посмотреть, то тут еще можно держать. Я же говорю, Тимман Любович, не помню, в какой последовательности кто-то конкретно играл, и нашли ход ЛДЖ8. И там, по-моему, А4 последовал ход, и черные быстро выиграли, потому что А4 вообще не в тему ход. То есть, из общих соображений, не конкретно по позиции, то, о чем мы сейчас говорим. И сразу белые проиграли. Я как раз вот этот ход разобрал, нашел тут более интересную идею, которую применил с соперником. Пошел ферзь, Ж6. Ну, и главная линия была, соперник так не пошел в партии, он сыграл там плохо, и, соответственно, тоже из общих соображений. И сразу проиграл. Главный вариант все-таки с конца 7 был, с идеей защитить пешку, Е6. Значит, здесь сейчас слон Е5 какой-то ход грозит. Ферзь, Е4 ходим, защищая пешку, Д4 при этом. Уходит слон Е8, чтобы пойти в С5. Ну, то есть, вся игра чисто конкретная. Мы ходим Ф4, надо до короля добираться, да, уходит С5, мы ходим Ферзь, Х7, ставя там на связку. Но это, я вот именно компьютерный анализ сейчас по памяти вспоминаю. Идея в том, что тут нужно очень хорошо знать. Я это все хорошо знал, соперник этого не знал. Поэтому тут он потратил там минут 45 времени точно, и даже на этот момент не пошел. То есть, так, так, но тут, насколько я помню, белые, в конце концов, можно ничего где-то сделать в каком-то из вариантов, но почти везде белые выигрывают. Реально партии практически невозможно это ничего в такой позиции. Только компьютер на какой-то глубине там дает. То есть, вот реальный пример того, что конкретика в шахматах, что такое, в дебюте, и что такое образное, поверхностное понимание позиции. То есть, образно здесь можно А4 пойти, но конкретно самый сильный ход фиржи 6. То есть, понятно, да, вот это вот разделение? Очень красивый и понятный пример. Да. Так. Вот тут вопросы по поводу расчета вариантов спрашивают, но это как бы к небе наше занятие точно не имеет отношения, поэтому те, кто у нас сейчас пишут, точнее писал, что мы не по теме говорим, скажут, что это вообще отношения в тему. Так, значит, и, ну, вопросов опять же ревновлено, но в целом мы поговорили как раз о тех моментах, которые хотели осветить. Значит, Олег подготовил свои вопросы на тему дебютного репертура, сейчас Олег их озвучит. Да, но я как раз по поводу хотел спросить, то есть, по поводу, допустим, смены дебютного репертуара, то есть, как вообще вот это вот сделать? То есть, например, играешь Е4, стал Д4 ходить? Ну да, то есть, вообще, с чего как бы начинать, потому что, вот я, допустим, все время играю Е4 и за черных играю Е5, а вот мне, например, хочется, допустим, начать, например, играть, ну, на Е4, например, играть С5, либо французскую. Вот еще такой вопрос интересный, то есть, как определить вообще, какой дебютный репертуар тебе подходит? Тут же еще все зависит, видите, от предпочтений, я так понимаю. Ну да, тут, конечно, тут просто зависит еще от конкретной ситуации, вот, потому что ребенку, одно дело, состоявшемуся шахматисту уже намного сложнее поменять дебютный репертуар, база знаний уже, то есть, ты много книг изучил, то есть, тебе уже менять репертуар, у тебя есть какие-то свои понятия, позиции, там, принципы разыгрывания шахмата, то есть, тебе менять репертуар немножко сложнее и по-другому надо, но, например, условно говоря, конкретно, ты говоришь, вот я играю на Е4, нет, играю на Е4-Е5, хочу играть социалянскую. Ну, во-первых, для начала ты, социалскую не просто хочу играть, но ты же какой-то вариант хочешь конкретно играть, правильно, из дракона, или где-то видел, вот надо понять, вот ты играешь социалскую. Ну, Найдорфа, например. Да, значит, ты видел где-то партии, правильно, или просто слово понравилось? Найдорфа. Не, почему Найдорфа я и партии видел много, но дракона просто я, интересно, конечно, драконы сыграть, но обычно я всегда против дракона сам белыми играю. Ну, нет, я просто говорю, что мы сейчас разбираем какую-то гипотетическую ситуацию, в которую может любой попасть, может название дебюта понравилось, но это не значит, что дебют хороший, правильно? Ну, конечно. Да, тут, конечно, нужно опять посетение выбрать, то есть позиции должны нравиться, то есть мы не должны в муках там где-то ничего делать, правильно, там, держать все это уравнение. Мне, например, русская партия вообще непонятна, за черных, с моей точки зрения, потому что, ну, там, при правильной игре белые нигде хуже не получают, правильно? Ну, это из логики шахмат, потому что черные симметричные позиции, точнее, повторяют просто позицию, правильно? Ну, вот сейчас еще особенная проблема вот тренеров, то есть то, что они вот, допустим, ставят детям там какие-то позиции, вот как у нас, например, там был случай, всем детям, допустим, ставили защиту каракан, то есть говорили, что вот каракан, играть за черных хорошо, здесь черные получают там хорошие позиции и прочее. Потом они, например, перешли к другому тренеру, значит, ну, и просто я имел возможность на себе убедиться, потому что я с ними как бы много раз играл, допустим, если я на Е4, они, например, мне сначала раньше отвечали С6, то потом Е4 там, допустим, и они ответили Е5, Конь Ф3, Д5. Вот такой вот еще ход. Я еще после этого удивился. Мы же говорим о том, что детям как раз нужно играть активные дебюты. Закрытые дебюты не успеют выучить еще. Дело в том, что человек, который играл закрытые позиции, ему очень тяжело перестроиться на атакующие позиции. А человек, который играл активные позиции, ему очень легко перестроиться на оборонительные такие, ну, полузакрытые, да, типа Д4 хода. Потому что это совсем две разные игры. Там надо считать, надо, как бы техника расчета очень важна, когда Е4 ходим, да, то есть надо конкретно знать. А Д4 мы можем пойти Д4, потом, как ты говорил, слон Ф4 или Конь Ф3. Это можно сказать дебют для лентяев. Вот всем советую. Если кому неохота учить, Д4, Д5, слон Ф4. План за белых очень простой. Они начинают, значит, давить слоном на поле Б8, потом проводят атаку на, ферзьевом фланге. Там я, кстати, много раз очень влетал. То есть они вылетают ферзьем на поле Б3, и если ферзь Б6, отвечая симметрично, там ферзь бьет Б6, и потом там пешка пошла по накатанной, ну и белые просто очень быстро получают выигранные позиции. Можно очень много очков набирать. Я просто хочу добавить, что в принципе дебют-то неплохой. Черные пошли Д5, белые в принципе ничего не рушают ходом слона Ф4, правильно? Но в то же время как бы это не является просто основным каким-то вариантом. Хотя мы можем спокойно перейти к тому же ферзи. Там, когда так-так, например, Е6, С4, тот же самый ферзи Вагамбит, но какая-то интерпретация с ходом слона Ф4, правильно? То есть это не значит, что мы получим какую-то левую позицию. И ход абсолютно нормальный. В принципе, так многие шахматисты играли. Единственное, мы просто сразу как бы не подрываем центр, да, ходом Т4. Обычно всегда пытаются пешку с Д5 выбить или, по крайней мере, на нее давление оказать. Правильно? Поэтому, так, значит, теперь скажите пару слов о Ёжике. Ну, это о построении Ёж. Есть книжка очень хорошая Ёж, Шипова. Вот там все ответы на эти вопросы есть. Причем их уже два тома, но второй том только на английском языке. Связано это было с тем, я просто обладаю, скажем так, инсайдерской информацией, потому что я зависаю на форуме Сергея Юрьевича Шипова. В том, что Шипову очень не понравилось, как с ним обошлись в издательстве, то есть напечатали первую его книгу на какой-то туалетной, как он писал, бумаге. То есть очень такого низкого качества, и после этого у него, скажем так, пропало доверие к нашим издателям. И вот вторую книгу, том второго, то есть «Хищники на шахматной доске» Ёж, он уже издал чисто для английской аудитории. Ну и еще плюсы, как он говорил, на русском языке она, к сожалению, не планируется издаваться. А третий том, пока он писать не будет. Поэтому все, что мы пока имеем, это великолепную книжку «Хищники на шахматной доске», которую можно, кстати, найти спокойно в электронном варианте, если вы умеете гуглить. Да, ну вот, значит, еще интересный момент по поводу психологии в дебюте. Вообще, в шахматах тут много вопросов, почему-то мы не психологический какой-то тренинг ведем. Есть один тренер, мы его с Олегом недавно так про себя назвали, Годя, тренер, не называя фамилией, значит, он как раз специалист по психологии. Конечно, психология в шахматах какое-то отношение имеет, но обычно это в женских шахматах имеет большое значение. Если мы говорим о фастических шахматах, то, в принципе, в дебюте какая психология? Тут все зависит от конкретной ситуации. Конечно, если мы играем с принципиальным соперником, то удивить его каким-то ударом или какой-то новинкой это одно удовольствие. Вот Топалов с Крамником, это же, я уже пример приводил, это же серьезный психологический удар был ход кони всем. То есть заезженная позиция и жертва фигуры конкретная, правильно? Это после того, как анимати сыграли в элисте, известно всем. Я, насколько помню, Топалов не один раз жертвовал Крамнику. по-моему, он ему еще в Кахрене еще он ему жертвовал на Ф7 и тоже, по-моему, побеждал, если я не ошибаюсь. Где жертвовал? Ну, в Кахрене. То есть русская партия и... Да, в Кахрене. там, по-моему, ничья у него была. Я просто не помню. Это было до скандала, до этого, да. Я говорю именно о том, когда они там же перестали там здороваться. Идея в том, что тут эффект, когда мы играем с принципиальным соперником, то, конечно, такие удары, они как бы, очень эффективны, да, а в то же время вот, например, вопрос по поводу конкретной просто психологии, то есть как там остановиться после прорыва шах в последнем туре, но тут как бы был такой шахматист известный, он говорил как, то есть после поражения человек просто выходит из равновесия в силовичном плане, поэтому дебют в следующем партии должен быть максимально комфортный, чтобы встать на эти рельсы обратно, на шахматный, то есть встать вот в эту зону в равновесие опять войти, поэтому мы должны именно дебют к нашей сегодняшней теме, да, я отвечу на вопрос согласно теме заявленной, мы должны выбирать именно исходя из того, что мы должны почувствовать игру заново, потому что нас выбили из этой игры, да, мы можем, конечно, там опять в атаку пойти, но это может закончиться все плачевно, поэтому мы должны почувствовать шахматы заново, ну, мне так кажется, по крайней мере, Потому что нас выбили, мы должны стать заново в равновесии. То есть, спокойный дебют, скажем так, не ввязываться в драку? Да. Мы уже достаточно долго отвечаем на вопросы и рассказываем тему. Конечно, я еще раз повторю, что тему раскрыть очень сложно, такой большой и объемную, мы просто сегодня только начали. Значит, и я думаю, что мы будем на этом закругляться на сегодня. Да. У нас с Олегом как бы тесное сотрудничество будет в ближайшее время. Мы планируем и серию вебинаров, и интенсив, ну и ролики, которые вы обычно видите в практической форме, но будем и игровые ролики снимать. Спасибо.